Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот когда я говорила про эти поливы, я сетовала, что жалко так место, которое под бочкой простаивает, ничего туда не высадишь, и у нас и так очень мало места. И я говорила, что пол квадратного метра, 0,5 квадратного метра, приходится выкидывать из площади огорода, хотя он и так у нас маленький, и вот ходила пол квадратного метра, это ж надо, это эта бочка пол квадратного метра, другая. Потом начала снимать про монгольский карлик, начала рассказывать, что он расползается, ему надо много места, целых пол квадратного метра. И у меня раз так что-то, вроде я недавно про пол квадратного метра уже говорила, и точно про капельный полив. И тут у меня пазл сошелся, если там пол квадратного метра ему не хватает, а здесь пол квадратного метра пропадает, значит, ну и все, они совместились. Теперь у меня монгольский карлик, по одному монгольскому карлику, будет под каждой бочкой, потому что, смотрите, мне кажется, ну я не знаю, как он будет дальше расти, но мне кажется, это очень удобно. Он же в центре, я его посадила, а расползаться-то он будет в разные стороны, и так что тень от этой бочки не очень ему помешает, он может ползти в эту сторону, там вот груша, цветы, там ничего не занято, может ползти вот в ту сторону, до самой дорожки, смотрите ему, сколько много места, может ползти в эту сторону, потому что здесь вот до окончания этой конструкции ничего не посажено. Ну вот, теперь у нас тандем монгольский карлик и бочка с капельным поливом. Они очень хорошо по площади занимаемой земли совпали, 0,5 квадратных метра, и тому, и тому нужно. Вот, и знаете, я его только высадила, он тут же в знак благодарности сразу расцвел. Вот он какой красавец. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok